Всем привет! Сегодня я еду на экскурсию в морскую столицу России, в город Кронштадт. Это популярный тур из Питера на один день. Покажу вам, как проходит экскурсия и самые красивые места. Поехали! В 1704 году на острове Котлин в Финском заливе Петр I основал город-крепость Кронштадт – «Морские ворота России». Император возвел неприступный морской щит в Балтийском море. До 1996 года Кронштадт был закрытым городом. Сегодня он по-прежнему является важнейшим портом страны и одной из баз ВМФ России, но все же открыт для посещения. Я уже не раз бывала в Кронштадте, но в этом году решила поехать с экскурсией. В описании под видео оставлю для вас ссылку на сайт компании Турсервис, через которую бронировала тур из Санкт-Петербурга в Кронштадт на один день. Мне понравилась эта экскурсия, поэтому делюсь контактами. Из центра Питера в Кронштадт мы ехали примерно час. В пути наш гид Елена рассказывала о достопримечательностях Петербурга, делилась историческими фактами и легендами. Раньше попасть на остров Котлин можно было только по воде. Сегодня же от материка к нему тянется узкая полоска суши. Это и часть автодороги, и уникальная защитная дамба, которая не раз спасала Петербург от наводнений. Путь в Кронштадт очень живописный. По дороге можно любоваться фортами и Финским заливом. Поделюсь с вами интересными фактами, которые я узнала на экскурсии. Кронштадт – это город на острове Котлин, окруженный фортами. По сути, это одна большая крепость в Балтийском море. Невероятно, но эти земли за всю историю ни разу не были захвачены иноземцами. Город примечателен тем, что здесь установлен фудшток для измерения уровня воды в Балтийском море. Однажды его показали Юрию Гагарину. Космонавт воскликнул. Теперь я знаю, где находится пуп Земли. С тех пор это место так и называют. А еще в Кронштадте построили первый в мире ледокол. Но это только часть его славной истории. Ведь именно отсюда стартовали многие успешные экспедиции. На кораблях, вышедших отсюда, совершили 41 кругосветку, а также сделали 56 географических открытий. Откуда же взялось такое необычное название? Согласно легенде, эти места принадлежали шведам. И однажды местные солдаты варили тут кашу. В это время в их лагерь вошел Петр Первый. Он одержал победу так быстро, что еда в котле даже не успела остыть. Император накормил своих солдат кашей, а место получило символичное имя Котлин. Петр Первый решил, что эта территория идеально подходит для защиты рубежей страны со стороны Балтийского моря. Он приказал построить на острове крепость. Ее назвали Кронштадт. Уже через год город-крепость и его форты заперли морскую границу на замок. Никто не мог к нам подобраться. Обычно во время летних экскурсий в Кронштадт туристам предлагают теплоходную прогулку к фортам. Однако город это прежде всего порт, поэтому иногда навигация может быть закрыта. Так и произошло во время нашей поездки. Гид быстро сориентировалась и предложила нам посетить интерактивный музей-макет фортов Кронштадта. Я далека от военной техники и не разбираюсь в кораблях и пушках, но осталась в восторге. Представьте, насколько счастливы были дети и мужчины. Этот музей уникален, ведь кроме абсолютной исторической достоверности в цифрах, датах и фактах, в нем с филигранной точностью воссозданы сами форты. Детали макета каждой морской крепости соответствуют реальному форту-прототипу. Неважно, существующему или тому, что давно утрачен. Музей в Кронштадте остановил время. В зале работает аудиогид. Сначала мы посмотрели фильм, а затем слушали экскурсию, которая сопровождалась подсветкой. Детали макетов при этом двигались сами. Форт готов дать торжественный залп в честь победы на чумахе. На экскурсии мы узнали, что форты Кронштадта – единственные в мире искусственные острова, построенные в таких тяжелых условиях, что они включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И что в то время, когда они служили по прямому назначению, здесь не просто держали оборону. На фортах была своя лаборатория. Тут трудились ученые и работали мастерские. А у солдат были не только казармы, но и магазины, и даже кинотеатр. Это место опередило свое время. Форт Кронштадт готов поприветствовать всех залпами своих работищ. Во время экскурсии мы обошлись с самой важной достопримечательностью Кронштадта и познакомились с его историей. Прогулка достаточно простая. Она подойдет людям в возрасте и детям. А вот и главная достопримечательность Кронштадта – морской Никольский собор. Он расположен на якорной площади, где сохранилась уникальная чугунная мостовая. Волотистая почва не позволяла выкладывать городские дороги обычным булыжникам. Рядом с Никольским собором установлены памятники двум великим адмиралам – Макарову и Ушакову. На экскурсии мы поговорили об этих великих людях. Морской Никольский собор поражает с первого взгляда. Он является крупнейшим морским и военным храмом России. Архитектор собора Василий Косяков был вдохновлен Айя Софией в Константинополе. Если вы бывали в Стамбуле, то сразу увидите их сходство. Никольский собор посвящен морской стихии. Изнутри его купол напоминает компас. Входные двери украшают огромные рыбы. Всюду видны якоря, на полу изображены корабли. Круглые окна храма напоминают иллюминаторы и украшены витражами, что нетипично для православных соборов. Собор строили, чтобы поддержать дух моряков. Его купол виден со всех точек Невского фарватера. Он всегда напоминал им о доме. Кронштадт – особенный город. В нем чувствуется многовековая сила. Эта неприступная крепость точно стоит вашего внимания. Постарайтесь найти свободный день во время путешествия в Питер, чтобы увидеть Кронштадт своими глазами. Здесь будет интересно даже зимой. Ставьте лайк, если хотите побывать в Кронштадте. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok